СПАРТАК 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 Есть версия, что Дзюби не простили переход из Спартака в 2015 году. Дело было 5 лет назад, но фаны красно-белых до сих пор злые. Ты можешь себе представить, что ты вернешься когда-нибудь в Спартак? Игроков точно нет. Нет? Да я думаю, нет. Наверное, тяжело это будет. То есть я после окончания карьеры, по своим ощущениям, с моей комплекцией, с моим стилем игры, я думаю, что я еще 4-5 лет думаю спокойно смогу играть. Ну дай бог, если травма не получится, я точно не буду мучить футболу и себя. То есть как только я не смогу соответствовать определенному уровню, я сразу закончу карьеру. Играть, мучить всех остальных и забивать за 30 игр ноль голов или один, это не моя история. То есть он долгопрудный или Арарата не пойдешь? Ну зачем, в смысле? Ну это уже мучение будет. Еще у тебя хочу спросить, поскольку заговорили про эту команду, про Спартак. Для тебя удивительно то, как Спартак за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада. От того, как Гушаков был легендой, который с самогонкой стоял и пел под гитару, до человека, которого все ненавидят. Мне кажется, это похоже на Спартак. Ну не знаю почему. Чем? Ну не знаю, какая-то своя определенная история такая. Не знаю. Мне трудно объяснить это. Ну не знаю там, кто бы как ни относился, для меня трудно представить, что карьеру, который там спустя 16 лет чемпионом приводят и его убирают потом на непонятно кого. Для меня это непонятно. Ну то есть, если ты убираешь карьеру чемпиона, который привел команду, хороший, плохой, мне это об этом не говорит. Кому-то он нравится, кому-то нет, он привел к чемпионству. И менять его на Арианчикову, да, ну, по мне это вообще, то есть, непонятно. Тебе нравится карьера? Я много знаю, как все есть, но в целом, да, то есть, при всех там его плюсах и минусах, по мне, то есть, что я видел, именно как он, мне нравится. То есть, честно могу сказать, мне нравится. А чем именно? Ну, как именно свои определенные, то есть, он никогда не жаловался, никогда не ныр, что-то не то, что-то там не так, что-то у него там игроки, то есть, никогда игроков не обвинял, всегда проигрывал он. Мне нравилась его открытость, мне нравились его эмоции после побед, как он с ребятами подбегал. Мне кажется, у него была какая-то определенная харизма, в плане того, что игроки могли его любить или не любить. Тренера разные бывают, может быть, он не был каким-то сумасшедшим тренером, как многие говорят, что он не очень хорошо тренировал или еще что-то. Но вот это его аура, вот это его харизма, сообщение, то есть он мог зарядить игроков какими-то своими фразами, может быть, еще что-то со своей энергетикой. Это круто, мне кажется. Это тот скилл, который позволял ему стать чемпионом России. Почему нет? Может быть, какой-то тактик, нереальный тренер, но не пятый, грубо говоря, да. Высказывался Дзюба и о Денисе Глушакове. Ты никогда не высказывался о Глушакове. Тебе неприятен этот человек? Я равнодушен, честно, я равнодушен к Денису, то есть у меня нет... Просто не хочу его касаться, это его вообще. То есть у него жизнь у меня своя, я просто не хочу этого касаться. Потому что, ну, ну, ничего, вообще не хочу просто, да, просто не знаю, вообще спокойно. Это его жизненный путь, то есть мне не нравятся определенные вещи, ну, что ты, мы едим один хлеб, то есть... Тебе не кажется, что с ненавистью и с вот этой вот историей, когда постоянно Иуда, Иуда, Иуда перебор? Ну, что хватит. Очень много. Не заслужил парень там. Я, чтобы знать заслужил или не заслужил, нужно быть вообще, знать все нюансы. Я что-то знаю, что-то, что-то не знаю. Ну, опять же, говорю, тут такая ситуация. У нас это вообще, в принципе, в России есть. Сегодня король, завтра Иуда, говно там или еще что-то. То есть нет золотой середины. То есть, и тут непонятно, как, как, вообще, что, чего. Я и сам сталкивался с этим. И то было крысой, то еще кем-то. А там, в том теперь бог от бога. Просто я живу с тем, что завтра мне будут опять кричать, там, фантик, там, дерево, там, или, там, коряга. То есть, я от этого никто не застрахован. Но, опять же, когда есть конструктивный, когда есть что-то, какой-то, действительно, ты дал какой-то повод, то, возможно, ты в чем-то виноват, когда что-то, какие-то вещи. То есть, значит, где-то ты что-то сделал неправильно, значит, это для тебя, чему-то история это учит. Ты должен осознать это, ты должен это принять. Ты должен, помимо того, что, ну, в себе покопаться. То есть, мне кажется, самое страшное, когда человек не понимает, то есть, какие-то за собой косяков. То есть, он думает, что все там, ну, там, козлы, все и так далее, а я там, Д'Артаньян. То есть, мне кажется, это плохая история. То есть, какая бы ситуация ни была, нужно начать вообще с себя. То есть, отталкиваться от себя, от своего внутреннего. Ночью ты лежишь, ты себя не обманешь. Ну, то есть, кто это делает, я, с одной стороны, восхищен, с другой стороны, мне их жаль. То есть, такие люди есть, и мне кажется, это трудно. То есть, ты ложишься перед собой, ты вот можешь обмануть весь мир, но себя-то нет. То есть, когда ночью ты лежишь, и тебе должно быть противно от каких-то своих действий, от своих решений, от своих слов или еще что-то. Если... Вот я искренне верю к тому, что я не обсуждаю ни Булушаркова или вообще кого-нибудь. Я искренне верю, что... Вот, опять же, возвращаясь, «Игры разумов», для меня фильм, который прям... То есть, Мел Гибсон, Шон Пен, я прям... То есть, этот фильм три раза тоже к кино ходил, еще посмотрю раз пять. Я восхищен именно тем, что... И Мел Гибсон правильно сказал, я искренне верю. Раз мы изначально многие говорим, вот, христиане вообще, то есть, мы говорим, что... Вот, почему, если Бог нас прощает, готов простить любые наши злодеяния, если мы искренне, то почему мы не можем, там, простить кого-то, там, за какие-то вещи? Ну, то есть, кто мы такие? То есть, для меня вот то же самое. Я прихожу к тому, что с возрастом, да, я люблю иногда, может быть, кого-то осуждать или еще что-то там, ну, в каком-то своем кругу. Но, в целом, я прихожу к тому, что, ну, кто мы такие вообще, в принципе? Ну, чтобы кричать, там, Иуда, не Иуда, то есть... То есть, ну, я не знаю, то есть, ну, как-то... Такие вещи, вы вчера, действительно, с ним, там, Самогон его кидали, а сегодня вы кричите Иуда. Какая-то, какая-то позиция странная, как это так происходит. Вы, как, сегодня вы на эмоциях, так, завтра он опять у вас будет королем, если он, там, забьет, там, кому-то голову. То есть, он опять вернется, а, ну, ладно, хорошо. То есть, мне изначально непонятно, есть какая-то... Даже, мне кажется, вообще быть, то есть, если у вас есть какое-то фан-движение огромное, ну, вы как-то определитесь. Когда у них там драки между собой, это вообще какая-то странная ситуация. Поэтому, мне кажется, надо начинать с себя каждому. То есть, в любой клуб, «Спартак», «Зенит», прежде чем кого-то оскорблять, ну, мне надо как-то понять, вы оскорбляя его, может быть, вы оскорбляете себя, ну, все вместе. То есть, вы, если одно единое целое. То есть, когда мы чемпионы, мы все красавцы, все самые классные. А когда что-то не пошло, так, а этот Иуда, этот кривой, этого нафиг, этот не хочет, этот, ага. То есть, ну, так очень удобно. Артему время от времени припоминают конфликт с еще одним «Экспартаковцем» и о том, кому все это могло быть выгодно. Тема быстрого для тебя табу? Нет? Просто я увидел его в раздевалке напротив твоей фамилии, и так что-то меня визануло. Ну, когда видимся, здороваемся. То есть, у вас нормально как-то, недопонимания нет? Да нет, ну, как-то, ну, просто, привет-привет, как дела? Там что-то нормально, да? Ну, даже если где-то можем попасть в общий какой-то это, так. То есть, вообще спокойно. Я отпустил. Угу. Та история – это вранье? Ну, конечно. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Конечно, конечно. Да? Я все прекрасно понимаю, почему это было. А кому это надо? Ну, время прошло, расскажи, кому это? Ну, кому это надо было? Ну, чего касаться? Ну, смысл, ну, честно. У меня какая-то случая, сейчас начнется опять это. Ну, я думаю, что это понятно, что кому это надо было. Карпин надо было и все. Ну, и все. То есть, это такая ситуация. Ну, я вообще, пусть это на совести нет у каждого. То есть, я вообще спокойно, честно. Я давно эту ситуацию отпустил, и мне колоде вообще нету. Поначалу было такое прямо? А сейчас вообще спокойно. Ты с Карпиным общаешься сейчас? Нет? Без дорогу. И, наконец, вспомнил Дзюба самое главное – свой уход из Спартака. Меня поразила история, когда на Кубке в Катаре ты так тепло пообщался с Леонидом Феденом. Казалось, что, ну, между вами такая кошка пробежала, и вы, ну, мягко говоря, не друзья. Когда он тебе что-то сказал – за копейку мать родную ловишь. Ну, это все-таки сильное высказывание, согласитесь. Да. Ну, я не могу сказать, что я его как-то простил, и не могу сказать, что у нас какие-то теплые отношения. Ну, прям он подошел, то ты прям что-то… Я не тот человек… Во-первых, я не злопамятный, честно. У меня нет такого, что я вот там… То есть, он не… Ну, это его высказывание. На его совести, мне кажется, даже своими этими действиями определенными, и вообще потом он какими-то фразами… Я думаю, что он… Ну, он сам, думаю, много раз пожалел о своих высказываниях. И его вот эта определенная инициатива, там, чуть-чуть прям поговорить… То есть, мне было приятно, что человек… Он сам подошел, да? Да. То есть, и… Я бы сам не подошел не из-за того, что я гордый или еще что-то. Ну, как я подойду там? Ну… Там же разминка что-то. Да. Ну, то есть, ну, Федуну все равно мы выходили. Где Федуна, где я, грубо говоря. То есть, я же не могу сказать «Ляне Дарануальну», «Здрасте», там. Может, он меня не помнит. Я же откуда знаю. Ну, то есть, ну, грубо говоря. То есть, то, что он ко мне подошел, это было бы, во-первых, некрасиво. Он мне не делал такого что-то. Я ему во многом благодарен. То есть, в определенный период он прекрасно это знает. То есть, он знает, что до него уже после дошла информация, спустя многие время, я знаю, что до него дошла информация, что многие людей делали все, чтобы мы разошлись. И он это прекрасно сейчас это знает. Я думаю, он многие фразы свои жалеет, что произнес. Так как мы все, мужчины, особенно эмоциональны, то сказал и сказал. Я не держу. Я знаю, что это не так. Он знает, что это не так. Да и все, кто с этой ситуацией столкнулись, знают. Были определенные люди. От Асхабадзе и Челаянца. Что скрывать. Которые, ну, люто не хотели, чтобы я. Почему? Ну, это вопрос к ним. Ну, Челаянца я понимаю. Он хотел Мафсисяна любыми способами продлить. Потому что была ситуация, что я ждал Леонида Арнольдовича. Он мне сказал, дождись меня в Марвелии. Ни с кем никому не подписывай. Я хочу с тобой лично переговорить. Я говорю, даю вам слово, что ни с кем я ничего не подпишу. Пока я с вами не увижусь. Я вам даю слово. Все. Я его ждал до последнего. Мне начались разговоры, что им начали говорить, что я уже с кем-то черканул, подписал. То есть ему там уже лили так уже прям конкретно. Я ему сказал. Я его ждал. А за день до этого уже все. Говорит, руководство приезжает. Федун со всеми руководителями приезжает. Я говорю, ну вот, супер. И вот самое главное, почему Дзюба на самом деле ушел в ЗНИТ. А мне официант говорит, Дзюба, это он не к тебе и ко мне. Переподписывать они меня. Я еду там Челаянца что-то продавливал. Вот и все. Я говорю, ну посмотрим, кому они едут. Я жду. Я тренировался. Я там по тестам. Мы бегали. Тесты я там в тройке закончил. И ко мне подошел тогда еще. Как его? Который работал. Йохан. Это было для меня удивительно. Я тренируюсь все тренировки. Там тесты я все сдаю хорошо. И он мне подбежал. Говорит, я. Можно тебе пожать руку? Я говорю, да, конечно. Я восхищен, типа, как ты тренируешься. Как ты в такой форме. То есть ты прям... Ну, то есть вообще, типа... Йохан Гераскин? Да, Гераскин. Да. Он говорит, я восхищен. Говорит, можно тебе руку пожать? Ты красавец. Я не понял. Я говорю, в смысле? Ну, то, что ты все равно здесь продолжаешь так тренироваться. Я говорю, а как я не продолжу? С чего я не продолжу? Во-первых, если по вашему пониманию, что якобы... Они-то все думают, что я уже с кем-то подписал или еще что-то. Если по вашему мнению вы думаете, что я ухожу. Во-первых, я профессионал. Я здесь буду, вот сколько я время буду здесь, буду каждую секунду убиваться и сражаться. Это раз. Во-вторых, если я даже ухожу, по вашему мнению, то я что, должен идти туда разобранный, с пузентером вообще мертвый? Куда здесь ухожу? Я должен там прийти и уже доказывать с первого дня. Я должен готов быть физически и ментально для себя. Для себя, прежде всего. Для меня это шок, когда люди думают, что вот я куда-то перехожу, ну все, я сейчас шесть месяцев посижу, якорь брошу, а потом вот приду и скажу, а вот и я сейчас. То есть такого не бывает. Ты или готов, или не готов. Ты не можешь прийти разобранный и сказать, дайте мне сейчас два месяца, я сейчас соберусь. Такого не бывает. То есть тогда уже для меня было много звоночков. А потом выйдет игра. Тайм играет один состав, тайм играет другой. Я выхожу во втором тайме, через десять минут меня меня меняют. Ну и все. И ты сразу все понял? Ну я понял еще, когда проходило руководство во главе с Леонидом Дарновичем Федуном, и со всеми поздоровались, так, здрасьте, 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 мимо меня, здрасьте, здрасьте, здрасьте. То есть слава богу, я еще руку не дал, то еще они мимо меня прошли, я еще стоял, с рукой протянутой. То есть я иду, раз, 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 и мимо меня проходит. Я думаю, что неприятно, ну ладно, пусть хорошо. И потом идет игра, меня через десять минут тут же меняют, хотя я очень хорошо начал играть, прям все получалось, там сохранил, там раз, раз. То есть ты чувствуешь, когда получается игра, раз, ни с того, ни с сего меняют. Раз Жану Ананидзе меня, мы так с ним хорошо дружим. Я говорю, а что такое? Он говорит, я вообще не планировался, меняй этого, Дзюбу. Вообще, ни с того, ни с сего. То есть я так понимаю, что это была дана команда, менять Дзюбу. Я все прекрасно понял. Я тут же позвонил, сказал, все. Зинит? Да. Я сразу сказал, да. Все. Вообще, да. Мне начали говорить, да, подожди, может сейчас подумать. Я говорю, да. После вот этого, это была последняя капля для моего унижения, когда они не пожали мне руки при всех. А когда меня еще поменяли, они еще там стояли, там, Леонид Архидович, и люди ухмылялись, так, улыбались, смеялись. В ответ улыбнулся, я говорю, ну ладно, посмотрим. После этого вот какая-то такая уже прям ненависть во мне вот этот огонь, то есть он до обиды. Я вот сказал, что с тех пор, я говорю, матчи с «Спартаком» для меня будут особенные. Именно, нету какой-то, то есть глубочейшая ошибка, я ненавижу «Спартак». Я очень, вообще, я люблю «Спартак». В принципе, это мой родной дом, который дал для меня определенное. Я никогда, нигде не скрывал, что я воспитанник «Спартака». И я этим горжусь. И всегда этим гордился. И на протяжении всего вот этого времени я выиграл по юношам, по детям. Все, вообще. Все, что можно было. Наша школа, и мы признались в 2008 год лучшим выпуском в истории школы. А меня признали лучшим игроком этой команды. То есть для меня это была честь. Всегда останется. Болельщикам «Спартака» стоит помнить об этом. Нету какой-то, то есть глубочейшая ошибка, я ненавижу «Спартак». Я очень, вообще, я люблю «Спартак». В принципе, это мой родной дом, который дал для меня определенное. Я никогда, нигде не скрывал, что я воспитанник «Спартака». И я этим горжусь. И всегда этим гордился. И на протяжении всего вот этого времени я выиграл по юношам, по детям. Все, вообще. Все, что можно было. Наша школа, и мы признались в 2008 год лучшим выпуском в истории школы. А меня признали лучшим игроком этой команды. То есть для меня это была честь. Всегда останется. Но не мечтать о том, что после всего случившегося Дзюба станет мягче. Это была последняя капля для моего унижения. Когда они не пожали мне руки при всех. А когда меня еще поменяли, они еще там стояли. Там, глядит Армидович. И люди ухмылялись. Так, улыбались, смеялись. В ответ улыбнулся. Я говорю, ну ладно, посмотрим. После этого вот какая-то такая уже прям ненависть во мне вот этот огонь. То есть он до обиды. И я вот сказал, что с этой пор матч с «Спартаком» для меня будет особенный.